Всем привет! С вами Ред Фокс. И мы продолжаем Battle Brothers за Варлока. У нас тут порядочная толпа бандитов. Мне кажется, это хороший повод подкачаться. Только я думаю, может утра дождаться, чтобы у меня прачник повеселее. Был. Чем их... Эм... Чем их... Здрасьте, приехали. А вон там только таги и собачка. Ну и один. Тут больше тагов, но нету оборванцев. А мне, наверное, эта пачка поинтереснее. Кстати, уже рассвет. Потому что высекая оборванцев, мы мораль будем ронять. И тут нам точно потребуется... Четыре, а то и шесть зомбей. Неплохая у нас позиция, кстати. Так, танчика нашего мы прячем. Так, надо опасненьким ребятам прислать из пращи. Вот этот парень неприятный. Такие тоже неприятные. Но это оборванцы. А где у вас поучер один был? А, вот он стоит. Ну, со своей пращой пусть попробует куда-нибудь попасть. Вот так. С опасной колотушкой. Которая через щиты бьет. Неплохая цель. Еще бы мы попадали, было бы вообще неплохо. Семьдесят один процент. Мимо. Понимаю. Так, вот тут неплохое место. Киркой парень неприятный. Так, ты отойди куда-то назад. Куда-то сюда хотя бы. Так, ты наверное тут пока. Так, ждем гостей. В принципе, если мы быстро порубим оборванцев, то... Вся эта толпа побежит. Так, кому бы зарядить из пращи? Парень с мотыгой меня тоже смущает. Давайте немножко разрядим обстановочку, может. Хорош. Кстати, если выставить его на фланг альбойна, можно, когда завязалась вот тут драка, ну, на плоской только. С холма нет смысла слезать. Можно потихонечку... Ну, бросая... Делаешь шажок... Бросаешь камень. Делаешь шажок, бросаешь камень. И так вот заходить на фланг. Надо только держать расстояние, чтобы до нас никто не добежал за один прыжок. А так, в принципе, схема должна быть рабочая. Так, у меня два тесака впереди оказались. А эти парни уже ход завершили. А эти еще не ходили. Где эти? Можно подскочить и начать веселую нарезку. Если попадать... Да! Если не попадать, то нарезка не такая веселая. Я думаю, надо шагнуть, чтобы не пустить их на выгодные места. Пусть он туда в дырку следующий подходит. А зомбак на следующий ход, если что, меня вытащит отсюда. Так. 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 15% у него в нашего танчика было попасть. А тут 35 по зомбям. 31. Вот этого бы резануть, а этого щитом спихнуть вниз. Было бы смешно, но он бы не умер, конечно. А нам бы попадать на 70% было вообще неплохо. Не ломай щит. Так, тут интересный тип крадется. Может ему и спрощи дать? Тут тоже какие-то хитрые типы лезут. Но они уже передумали. Как я погляжу. Хорош. Опа. Интересный мув от прачника. Можно его за это отоварить с другой стороны. Лучше отоварить его друга. Как обезглавливание действует на мораль. Весело и вкусно. Отдавая здоровье 12 хп. Маловато. Ну ладно. Понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вы что делаете? Эх. Это мой травник. Ига, злодей. Руку проткнули и раздробили. Так нельзя. Так, я хотел Гоцельма вытаскивать, но, наверное, уже не надо. Этот парень может все еще сходить вниз и ударить. Ну, вряд ли он так сделает. А этот не успеет залезть. Так, так, так. Не-не-не. Так, давай подождем. Тут непонятная ситуация. Минус голова. 81%. 81%. Ну-ка, нафиг. Так, тут давайте подождем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты что делаешь? Злодень. Здоровье отдаем. Мало. Смещенное плечо. Это жестокая травма. Там куча дебафов. Так, тут вейт. Хорошо. Резня. Так. Пошли ловить этих. этот убежал. Зато не убежал этот с вилами тип. Щит сломали, гады. Рискнуть не попал. 40% было. Так, он тут тип мне тоже что-то не нравится. Так. нифига как мы далеко с холма-то бросаем. Попробуй убеги. Сейчас если он убежит, вы и тону. И догоню его из прощи. мало хп высасываем. если я хочу ному доф ловить, то было бы неплохо где-то еще подхиляться. ну чё, проща неплохо. По крайней мере, оборванцем накидывает. две травмы у нашего травника. 280 экспы Гоцель бы нарубил. 150, 190 остальные. Пополнение. Кстати, я их уволил, да? Чё-то я не подумал. Грузчиков-то после арены. Надо было их сюда же. Так сказать, в постоянный состав, как написали, на постоянный контракт. Так, давай ты в бой не пойдешь. Но мы знаем, как работает эта система. Через одно место. Тут сброда нет, тут все таги. То есть один браконьер, одна собака и 11 тагов. А таги, они плотнее. Они с одного удара не умирают. И мораль у них так быстро не просядет. Но они меня боятся. Так, а куда убежали? Нихли грохнули здесь. Где лидер кочевников? за свитой. Собачка нам встретилась. Нам он нужен. Взяли. Кому отдадим? Щит, кстати, сломали. Я и забыл. давай тебе. Тогда сумка на вас. Лук надо починить бы. остальное вроде не обязательно. Еда заканчивается. Надо бы что-то прикупить. И, наверное, на этих пойдем. Куда-то потерялись. номады. Можно пшенишка немножко. Инструменты за 200. Можно еще сумку прикупить. пусть танки таскают сумки. наверно полечиться бы. Давайте два хилера. остальных на сбор травок. Или на разведку надо кого-то оставить. Ты тогда на сбор травок. Просто стагов мы не особо что получаем. нам бы наверно рейдеров уже обижать. Получать их хорошие пушки. Так, похилились 63 медицины. Что-то мало уже в Дорнхейм что-ли забежать. у них тут кошмары. Но медицина недорого. Возьмем парочку. ученик студент. Но по умолчанию у них низкий. кроссбол, хотя вон написано. Но у них стрельба низкая. С другой стороны его можно на ремонт выставить. инициатива, атака и батлфордж при этом. Только тяжелая броня. не. А, у меня же квест взят. Я думаю, что такое? Квест сдать надо было бы, а не сюда идти. Ну пошлите срежем. куда-то сюда разбойнички убегали. Но что-то не видать. Так, тысячу монеток, три черепа, караван, фуксберг, пять дней на север. Судя по тем толпам, которые бегают тут по дорогам возле города и крепости, пять дней на север это я и города такого не знаю. Да. Пока да. Это, боюсь, слишком для нас опасно. Пошли в Граффенхавен. Надо что-то интересненькое найти. посылка в Граффенхайн и оборванцы. Не сказать что-то прям сильно интересно, но это наш уровень. А где следы-то на востоке? много тагов, несколько поучеров, несколько собак. А у меня долечился танк-то. А, подожди, какой фулбэк? Я не то нажал, но танк долечился. Ой, я долечился. Ну, как я, варлок долечился. собачки. Собачек. Нафиг. Лучники. У меня теперь есть ответ. Я не выставил в бой того танка-то, травника. Господи. Ошибочка. Так, ну, вообще их толпа. Надо еще зомби звать. вот сюда призовем. Тут стрельнем и тоже отойдем. Тут два места для призыва. Так, кому бы залепить? Вот этот парень с глефой мне не нравится. С глефой, как меня поправили в комментариях. Я вот что-то и не знал. Пришлось гуглить. Правильно. Правда. глефа, а не глефа. Вот парень с глефой. 60% или 80% в кому-нибудь другому. Хорош. пол-хп травма ноги в тагер. Нормально праща накидывает. Для начала по крайней мере довольно уверенно. Давайте попробуем вот так. Еще собака есть. Может копье, но тут никто не доходит. Вообще у меня зомби вот эти где-то на уровне рейдеров. по снаряге. По силе может быть. Так что нам бы уже рейдеров обижать. Наверное. что вы задумали тут со своими косами. О, парня с глефой открыли. Надо его с этим поздравить. Смещенное плечо. Не помню, это какие-то уверенные травмы. Там минус мили скилл. Ай-яй-яй, ты что делаешь? 55% у него попасть шанс в майнер, который за спинами стоит. Ты не офигел там? Так, надо бы их расстраивать начинать. По-моему, за моим прачником выехали с двух сторон. Так дел не пойдет, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. сотрясение со станом. Так, собаки эти увертливые нам портят дело. вот за год цельма я сейчас переживаю немножко. Да-да. и парень с тесаком ходит раньше. Ах ты. Ах ты злодей. Подожди, я могу палкой двинуть. 59 шанс попасть. 26 33 урона. тут ну тут еще двуручный хват. Ну-ка там 59 процентов те же урон побольше. Попробуем стан прокинуть. Не вышло. там. Так. Че-то мне это не нравится. мясо. Ой, хорош. В голову засадил топора молодец этот парень еще с косой тут стоит не в тему не не проход закрыт кто из них опаснее для гоцельма вообще коса только в голову опасно а вот это кирка может расфигачить всю броню вы хорош так надо ого-го надо минуса давать и моральку а чё-то вы ребята домой засобирались эй-эй-эй глефа вручным хватом и ходит очень быстро ой ой братик боевой красавчик а еще прачник красавки который подстрелил того опасного типа что он остался шотным видали какого у него был мув подскочить на инициативе и зарезать мне гоцельма вот нехороший человек по-другому не сказать так ты давай ты попробуешь убежать а потом я достану прощу зомби мне зарезал злодей кто их будет потом лечить то восстанавливать тебя и возьмем вот вместо него пойдешь к нам так выносливости катастрофически не хватает хоть легкие бери есть хп всего а а а а а а а а так а вы че это тут стрелять куда-то собрались а то я немножко не понял так че давайте лучника порадуем не порадовали интересная вот этого убегающего палкой стукну наверное вряд ли наверное все таки стрелком считаешь ах ты злодей ты в кого стрелял ты майн майнер да хотел завалить напоследок типа из последних сил каков злодей кто здоровьем хочет поделиться а никто у меня выносливости нет вообще на здоровье либо из тоже может прилететь но если не в голову то вроде не должно быть страшно давно бы так вопросов бы не было а у меня собака выпущенная раз мы посмотрим еще убегаешь ли ты вообще ну взять его ребята ой сейчас бы ой сейчас бы он ударил и в голову попал минус боец сразу же я прям увидел как мне сейчас делают минус что-то похоже собака не догоняет не догоняет ладно 200 250 270 опыта неплохо то восстановили потратить даже плюс один одного убили до двоих забрали так руку ну по морде нам немножко досталось конечно тоже так надо выпустить пока я не забыл парня в бой который он пропустил просто так так давайте полечимся на ремонт надо кого-то выставить чтобы он в инвентаре то ремонтировал вещь кажется да это не только на себе зашивают автоматом кто-то к костру подсел ночью а нет починили все эти хлам скинем а будто у нас есть не хлам все сурко кстати у тебя гамбизон да вот для средне бронированного как раз а вилы все так же шесть очков действия требует на удар вот вилы шесть очков действия то есть один удар заход 30 50 урона плюс здесь шанс попасть ладно а цеп 4 очка действия 20 50 игнорирует щит и стопроцентный удар в голову тут мне кажется вилы обделили по сравнению с этими цепами 5 еды нифига нет да сколько можно то есть что за задание появилось еще караван хоть шлаг 4 дня хоть шлаги я вроде был но тут неизвестно что творится какие-то бандиты тут неизвестно что творится вот тут по моему кто-то бегал тут неизвестно чего хотя у меня есть зомбики может к южа нам сбегать ну ближе к югу в смысле сюда вообще можно и сплавать можно сбегать чтобы посмотреть что тут на дорогах делается давайте пробежимся может еще увидим того лидера со стрелками где нибудь здесь бегающего за крестьянами давайте зайдем раз мимо идем защитить от нападающих но за 600 это недорого и типа значит должно быть не сильно может взять такой квестик попробовать давайте попробуем для разнообразия так на постройке нападают да да кто где успели до заката так у меня теперь два танка высота для прощи прачник назад отойдет а гоцельмам я бы наверное на его место встал а не сюда тут оказалось опасно под ударом так кому бы зарядить из прощи по вилам неплохой вариант кинжал но зомби кинжал не особо страшен травм то у них нет давай вилы что ли отоварили сломали руку неплохо у них тоже есть холмик для стрелка из неприятного я не смогу двух зомби вызвать если займу эти места дождик дождик идет прям слушать какой звук приятный настоящий у пьере побольше защита чем у фритуната то есть лучше бы их вот так оставить ну может их сдвинуть как-то немножко либо освободить местечко ладно стойте здесь топьем наверное а ты вот сюда отойди чтоб это место осталось свободным а у меня хп то мало лечиться надо не забывать у меня нет хп на двух зомби это ну тогда одну и собаки попробуем взять 12 хп так два лука одна проща две проща можно на этот холмик встать вообще эта сторона поинтереснее выглядит мая стенокопия их сгоняет наверх так кому бы втащить вот этот парень уверенный с дубиной наперевес мне не очень то нравится так намного лучше так намного лучше и чё задумал злодей так пока не выходи никуда режем головы мне собрались по башке дать цепам и дубиной судя по всему хочется отойти но так я оставляю им высоту но он не может вот сюда подойти чтоб прям сразу и ударить можно вот сюда отойти может сюда собака забежит сюда а кто еще пойдет дальше копейщик забежит вон туда закроет мне стрелка варлоку будет близко это нехорошо можно выйти но тут окружение троих а у него защиты маловато ладно стой пока здесь спервол не будем поднимать если кто-то в окружении наших троих зайдет нам это на руку да да эх 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 ты чё ты чё делаешь злодей хорош минус мораль так можно идти его бить там парень с разбитой ногой а можно подождать вот парня с кинжалом а то мало ли что так кому втащить не начать ли этих стрелков отстреливать может быть и начать попробую с разбитыми пальцами пострелять так а вот и кинжал так а ну-ка отдавайте здоровье ваше пожалуйста наверное не надо еще зомби вызывать вроде бы они нас не особо пробивают зря бил выносливость потратил вообще вот этому надо было врезать с копьем он больно меткий собачку долой и вот сюда а пире сюда да так слышь ты копьем он тут тычет а голову ты дома не забыл вижу что забыл так у нас тут дуэль один на один воцельм и так с кинжалом кинжал против тяжика это прям неприятно может собачку на помощь вызвать но собачка будет в низинке собачку получит неприятно зато не получит гоцельм другой стороны у него кинжал мы не уставшие он и не должен особо пробить ой 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 отдыхай парниша так у врага наметилось бегство и куда но еще не у всех во чтоб никто не убегал а блин во но он не попадет 30 процентов у него пошел нафиг так наверное и выйдет о нем посмотрим ты куда собрался друг а я я я рассчитывал албой на тебя он вообще на холм полез мне в спину стрелять ты в нее не попал а я я я я ну с высоты слазить с резона нет кстати прикольный холмик вот здесь вообще офигенный я что-то его не заметил если бы я сюда смещался с начала игры то я бы ну сейчас еще бы не залез но вообще на долгий бой это офигенная позиция когда вот тут идет бой а прачник где-то вот тут на холме накидывает всем так 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 интересно ты придумал ничего не скажешь так у кого здоровье осталось вот у тебя еще и собака была которую я не заметил резня и он в кусты еще гад забежал чтоб его не настиг мой прачник так все зомби отдыхают ну-ка пошли от нас еще никто так просто не уходил так в каком же он кусте а блин прачник ходит раньше он не видит куда стрелять ну если он сейчас не встанет точно вот в этот куст ему таки прилетит камень не встал здорово хорош но не убил а ну сейчас будет вторая попытка во первых ножку может сломали чтоб он далеко не бегал во вторых стаггер накинули чтоб он последний ходил и теперь вторая попыточка ну уже третья на самом деле хорош 400 опыта здрасте кто то поинтереснее уже плюс пополнение кинжальчик кинжальчик пригодится так вот тебе и на работал так дубина вот это и южная 2035 25 35 до южная получше почти лавила о майнар до лавила гоцельм ты у нас что ты по идее двуручник у которого до сих пор довольно мало дефа прям мало для двуручника но ты шестой уровень еще ну где то до тридцатки ну 31 вот у него будет ну наверное собачку без вариантов надо брать берсерк конечно неплохо но собачка без вариантов нужно выносливость хп выносливость тяжу нужна но и хп было бы не лишним ну ладно давай выносливость хотя 4 хп не так часто ролит он либо с дубиной либо с молотком у меня будет им не очень много выносливость это надо давайте хп возьмем на всякий пожарный так и самое интересное майнард у нас есть а как это называется как у некроманта накинуть хорошенький баф одному своему андеду все скиллы оживления требует на 30 процентов меньше выносливости это это было бы неплохо но на 30 процентов не так уж много на 50 вот это было бы наверное имба 30 хорошо но блин это нас не усилит но я буду меньше уставать и и все камуфляж наверное я вот это возьму мухи это как мы помним от фритухарда мухи это прямая вещь 15 выносливости 6 ап стоит минус мили скилл минус мили дев рэндж дев инициатива минус все и вот как раз с этой штукой охотиться на лидеров бандитских или этих южных самое то накидываем дебаф и фигачим его толпой да звучит как план так и чего две атаки маловато инициативки может взять пятерочку давайте возьмем она влияет на силу заклинаний гамбизончик кому то нужен например нашему среднедоспешному потом то может и сюрку когда у нас будет из чего выбирать так вот эту можно починить вилы не помню вроде бы не стоит их чинить и цепь не стоит чинить 40 копеек так пойдем деньги заберем да и будем заканчивать о ночь была вроде у ребят еще день можно купить а и на эту кашу или что это наценка наценка минимальная можно купить по торговать то есть тысяч денег неплохо тут деревня и деревня покупать еду и ткань чтобы идти в деревне продавать не особо профитно так что мы наверное не будем еда есть на следующий следующей серии пойдем вот в эти городки посмотрим что там интересного может южных бандитов интересных под караулем теперь с мухами это прям реально в принципе пока зомби танкуют мы там вырезаем им всю пати и пробуем ножами снять броню ножики у всех есть волбойна нет но ему и не надо ладно спасибо что смотрели всем удачи всем пока